Мы начинаем третий семинар о логове и коммуникации. Ждём создавших и потихоньку подводим итоги того, к чему мы пришли. На прошлом семинаре Виолетта делала доклад по предложению некого инструментария или инструмента, который нам необходим для разбора и работы с теориями коммуникации. Она его делала на основании текста Георгия Петровича Щедровицкого. Идея, представление второго представления об ассистенции. И мы начали потихоньку его критиковать и прояснять, но не закончили. И мы договорились, что сейчас, с одной стороны, Виолетта слегка, или не слегка, уточнит своё предложение более каким-то явным образом, с тем, чтобы мы наконец поняли, что имелось в виду и каким образом этот инструмент будет применяться. И мы договорились, что те, у кого есть что возразить, уточнить или предложить альтернативный вариант, они это сделают, ну, мы это сделаем сегодня. В идеале хотелось бы в результате сегодняшней встречи договориться, если получится, по тому самому инструментарию, с которым мы дальше будем работать, пробуя на зуб и вкус теории коммуникации. Если я ничего не забыл, то это как-то так. Понимаю? Значит, я уже хочу рассказать. Значит, я, наверное, прошу Александра, если ты здесь расписаться, у нас тут посещаются, посещаются сегодня. Я сначала написать себя тоже, я не знаю, теперь, собственно, я перейду к госке. Значит, я уже рассказал по поводу того, что у нас есть определенная задача рабочего семена, это разбирательство с теорией коммуникации, и там, в общем, встает такая сложность, они достаточно разнородные, для того, чтобы иметь возможность проводить какие-то операции в сравнении с поставлением, нам, в общем, хорошо бы, образно выражать, привести их к некоему общему знаменателю, который позволит их потом сравнивать и операции с ними производить. И вот то, чем мы занимаемся на прошлом этом семинаре, это выработка такого инструмента, который позволит их к этому, в общем, знаменателю, и, собственно, приводить. И я просто напоминаю, что на прошлом семинаре я, в общем, выкладывала, фактически, делая какие-то захиты на выработку такого инструмента, я выдвигала, в общем, ну, я бы сказала, два основных теней, если я просто напомню. Первый, который касался языка СНД. То есть здесь значимым является то, что... Вы рассказывали, да, вы, наверное, все помните про вот эту систему машинного перевода, которая позволяет сначала привести к некоему абстрактному языку, а потом же декодировать, да, в каких-то естественных языках. И в этом смысле, вот, в моем представлении существуют некие, всем видно, языки разных предметностей. Кивернетики, психологии, социологии, та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И есть некий язык, который позволяет, который достаточно, там, высокий абстрактный, чтобы схватывать содержание, упакованное в разных предметностях, в неком общем виде, такой мета-язык, да, наверное, можно сказать, и, поскольку я, вот, полагаю язык СНД вот в такой иерархической схеме, то, фактически, ну, как бы, мне представляется, что он может служить чем-то таким, к чему можно сводить разного рода теорию, антологию, коммуникации, в языке чего они все могут быть представлены. Это был первый тенсис, и вот я сейчас чуть попозже обозначу возражения, которые, там, я услышала и поняла, да, на прошлом семинаре. Вот, например, Йоу-Ям, которого нет сегодня, он как раз, в общем, против этого возражал, когда он говорил о том, что он фактически воспринимал язык СНД как один из ряда положенных вот этим языком, и говорил, что он, как бы, такая штука не будет работать, это один из языков, и если мы переводим на него, то мы теряем, ну, специфику всего остального. То есть это проблематизировалось вообще, самая такая иерархическая схема. Поэтому я напоминаю, и если такого рода возражения в этом составе еще раз возникает, мы можем с ним разбираться. Да, а можешь уточнить, я просто не помню, что ты в прошлый раз говорила про это, как про язык СНД, но ведь ты же не имеешь в виду язык, ну, вот этот вот условный сленг и прочие СНД штуки, ты под языком в данном случае подразумеваешь что-то другое. И тогда, что это другое? И, соответственно... Когда я говорю язык, понимаешь, есть определенное, ну, скажем так, в языке, да? Естественно, есть правила комбинаторики, правила взаимодействия различных единиц. И вот внутри каждой из предметностей есть, в общем, свои правила работы с материалами. Здесь есть свои правила. Это называется методология, наверное. Я бы могла, наверное, это обозвать способом работы, да? Нормами, которые применяются для развертывания мысли здесь, и нормами, которые применяются для развертывания мысли здесь. Вот я бы сказала, что, ну, как и нормы, по аналогии, есть нормы в языке, есть нормы в развертывании мысли. Вот как бы тот факт, что и там, и там существуют нормы, но хотя бы не использовала катакль языка. Тогда вопрос-то не снимается. Если и там, и там есть нормы, то почему этот выбирается за... Когда я модерирую, я же сейчас не разбираюсь с этим, как с вопросом. Я же сейчас напоминаю те два тезис, которые я выкладывала, и к которым возникали возражения. Поэтому сейчас это как идет ревизия, да, того, что мы все еще. Поэтому я сейчас это выкладываю, указываю на то, что я выкладывала такой тезис, к нему были возражения, и мы можем к этому возвращаться, сейчас и с этим разбираться. Но мне сначала нужно выложить там остальное, да, то есть остальные вопросы, остальные возражения, и потом уже мы с ними как-то определяться с тем, в каком порядке и насколько глубоко мы с ними разбираемся. Итак, это первый принцип, да, язык СНД, как нечто, к чему можно свести все остальные антологии. Второе, это нечто более, ну такое, сам инструмент, да, сам инструмент мне предлагал второе представление в системе. И я, правда, вот здесь я еще дополню, да, вот в этот мой тезис, в общем, прозвучало еще одно разрешение, которое было несколько другого порядка, если Евген полагал, ну, усомневал, да, сам факт, что можно, что может существовать некий там мета язык, на который можно перевести разные содержания языков разных предметностей, то второго рода возражение было от Александра, который указывал на то, что вот при такого рода переводе, да, содержания мы рискуем утратить. То есть вот здесь, вот говорил Александр, вот где эти стрелочки проходят, там происходят потери, смысловые потери. Мы им там утрачиваем нечто, что может быть существенным для общего понимания этих теорий, но их выхолощивают практически. Было еще такое возражение, которое тоже относится к этой съемке. Дальше. Значит, я предлагала в качестве инструмента второе представление о системе. Вот к этому второму представлению о системе было, в общем, это не возражение, но это уже от тебя был такой задумчивый вопрос, я бы сказала, потому что ты спрашивал, а можем ли мы, то есть я не знаю, можем ли мы, должны ли мы, корректно ли, да, в этой ситуации описывать онтологию в коммуникации, которая разработана внутри каждой из этих теорий, описывать как систему. То есть вообще использовать системное представление для раскладывания онтологии в теории. Вот такой замечательный вопрос от Леши. И от Леши был еще один вопрос, в общем, уже не задумчивый, а уже очень практический. Он говорил, ты утверждаешь, что этим инструментом нужно пользоваться? Покажи. покажи, как это можно сделать, потому что он говорит, слушай, я вообще не представляю, чего ты городишь. И в этой связи, значит, я тогда помечу, наверное, возражение, да, которое я услышала. Первое. Первое – это статус языка СМД. Второе – это смысловые потери. Третье – это описание онтологии как системы. И четвертое – это вот покажи. Я, в общем, можно еще что-то говорить про это. Хочу… Ну, то есть у меня есть какие-то ответы на это все, мы можем с ними разбираться, но с другой стороны, у нас же есть еще один, как-то, заявка на таком-то, как-то в сяк-то случае, на некое предъявление идеи. И я, когда думала о том, как это было построить, например, вписать внутрь, я бы хотела узнать, например, в приложении Александра. Ну, вот, скажем так, вот эти вот возражения, они же строятся там по определенной логике, да? Если мы не можем разбираться с вот этим, вот покажи, до тех пор, пока мы не признали тот факт, что описывать антологии, представленные в разных теориях как системы, вообще имеет смысл. Ну, почему? Ты можешь показать, и будет все ясно. Можно использовать это как инструмент для решения этого вопроса. И для всех остальных тоже. Для всех остальных, наверное, тоже. Но, вот смотри, если мы не разобрались с вопросом статуса СНД языка, то разбираться с вот этим и с вот этим, ну, это как-то вообще очень странно. Я их выкладывала в таком порядке, что, как мне кажется, мне кажется, логичным. Сначала померить возможности какие-то там, сделать решения по этому поводу, какие-то по этому, какие-то по этому, и, соответственно, уже спускаться вниз. Наверное, можно какую-то другую предложить траекторию движения. Тогда я бы ее послушала с обоснованием. И вот тогда, возвращаясь к докладу Александрович, у меня возникает вопрос, потому что вы же говорите, что... То есть вы берете текст Щедровицкого, вы видите в нем какой-то потенциал того, как можно там построить инструмент на основании каких-то выкладываем в нашем содержании. У меня вопрос. Означает ли это, что для вас, например, вот этого первого возражения о статусе из родоязыка не существует, что оно снято? Означает ли это, что вопрос о смысловых потерях либо как-то решается в том инструменте, который вы предлагаете, в изучении Щедровицкого, либо что он снимается? И тогда мы уже переходим к, собственно, вот этому, такие общие вопросы, а это те, которые касаются второго представления системы. И тогда вы предлагаете некий альтернативный вариант второго представления системы, но тогда, вот как бы, тогда, наверное, прежде чем переходить к главу Александра, нужно как-то с вот этими вещами, чтобы с ним выяснить. Поэтому я, для меня сейчас вопрос стоит, с чего нам, в каком порядке выкладываем. Мне что-то показывать или сначала выслушать альтернативную версию Александра? Вот. Ну, у меня это возражение, не возражение, а альтернативное такое, альтернативное видение основных тезисов Щедровицкого в этом тексте, но я бы его сопоставлял как раз со вторым пунктом, со вторым представлением системы. То есть, она является альтернативой вот здесь вот? Да, да, да. А вот первый пункт, ну вот, я согласен с Лешей, что меня тоже вот несколько смущает язык, да, понятие языка, потому что язык, это язык описания чего-либо. И тогда, тогда действительно возможность применения этого языка, она вот как бы будет вот отсюда где-то. То есть, то, что мы описываем, язык СНД, он также будет соотнесенным с неким предметом описания. А, нет, это уже не правильно, я тут конструктор рисовала. У меня здесь там условно один язык, второй язык, третий язык, и здесь тоже язык. А вот эти стрелочки означают перевод. Я-то представлял как раз, что здесь некий объект, а именно коммуникация. То есть, мы рассматриваем как бы сам феномен коммуникации и возможности теоретизировать его, концептуализировать разных подходов, по лицам. Я-то рисовала. То есть, я бы сказала, что если мы добавим третье измерение к этому всему, то вот здесь у нас будет некий объект, каждый из предметностей выстраивает, ну его как предмет, схватывает в каком-то предмете. Язык СНД делает то же самое, но нас это интересует в данном случае соотношение, мы инструмент вырабатываем не связь с объектом, а возможности приведения к общему знаменателю, насколько я предлагаю сандышные схемки подхода и идеи в качестве вот этого общего знаменателя, то это вот. Ну ты почему-то схема не читать по-другому. И тогда вот у меня же вопрос, ну и тогда, если то, что говорит Александр, касается альтернативного вот здесь, по второму поиску, то сначала нам по логике нужно тогда разобраться с... Что ты имеешь в виду под языком СНД? Ну, во всяком случае с этими, с этими возражениями. Да, с этими. Да. Тогда давайте будем с ними разобраться. Верно ли я понимаю, что язык СНД и каким-то образом что-то под ним подразумевает, берешь и скажешь, говоришь, ребята, вот она использует язык СНД, я сейчас язык СНД говорю в кавычках, и разбирает понятия и проблему вообще понятия знака и работает со знаками. И ты говоришь, о, я делаю по аналогии только в отношении коммуникации. Еще раз. Что ты предлагаешь? Я предлагаю взять про как представлять коммуникацию, кибернетики разные цели, в принципе, разные цели, в принципе, там еще, в общем, там набор антологии разных. И все и, чтобы совсем не использовать все цели языка и прочее, расписаться определенным образом, а именно, как второе представление системы. То есть я беру некую там схемку гибернетическую и говорю, если мы ее опишем как второе, ну, то есть посмотрим, и попытаемся разложить по тем составляющим, которые есть во втором представлении системы, мы положим вот такую картинку, ну, такую табличку, я бы сказала, запретную. Мы берем другую схему, другой теории, другая антология, соответственно, у нас в этой схеме. Мы ее точно так же разбрасываем по тем пунктам, которые есть во втором представлении системы. И потом мы можем сравнивать, можем увидеть, что в одном, например, материал один, а у другой материал другой. И когда, поскольку для описания и этой, и этой, и всех последующих антологий мы пользуемся чем-то вытащим на засунду, например, втором представлении системы, хотя у меня была еще, наверное, такая очень понятная и простая версия у тебя, в целом случае понятная и простая, то есть с таким же успехом нужно было взять с реальной деятельности, например, когда тоже про коммуникацию, и попробовать сопоставить схемы, вот эту СМДшную схему, где есть коммуникация и другие схемы. Но там с самой схемой нужно очень долго разбираться, и СМДшник, поэтому я просто отказалась от этой громоздкой идеи и решила сделать нечто попроще. То есть то, на чем свое время сами СМДшники свою схему мыследеятельности строили, а оно танцевало, это все второе представление о системе. То есть взять ее за основу, по матрице, табличку, по которой можно расставить все остальные. Я сейчас попытался все рассказать, не используя метафорты языка. повторим еще раз то, что ты до этого говорила, и стало менее непонятного. Я говорю сейчас что непонятного. Правильно я понимаю, что второе представление о системе это выступает как одна из реплик из языка СМД. Да, я использую именно этот метафор. То есть мы берем из языка СМД какие-то подходы, кладем их как некий фильтр и пропускаем ввести разные предметности, разное представление о коммуникации в цех в разных предметностях через вот этот фильтр. В каком-то смысле да, я бы, наверное, просто поискала более фильтр. Мог уже использовать. Уже точно. Я бы сказала, может быть, что я могу себе выобразить СМД как ящик с инструментами и вот нашла я там такой лобзик подходящий, который помогает все антологии коммуникации там обтащить в качестве бусинок и собрать в принципе почему бы не попробовать? Есть такой подход. Только помнить, что это лобзик из СМД. Да, это лобзик из СМД и у него там наверняка есть какие-то свои отличительные штуки. И я очень готова рассмотреть варианты всех других лобзиков при условии, что кто-то их приговорит. из СМД. А вы другие лобзики смотрели или это только потому, что он из СМД? Пока вы с этим разберете. Я прошу прощения, я, конечно, пропустил, из-за этого задавил. У меня же есть такая гипотеза, что этот лобзик классный. Но это именно гипотеза. И я хочу воспользоваться семинаром, в том числе для того, чтобы проверить, а реально ли лобзик классный, все ли он пилит. Но я же не могу как-то проверить, ничего не делать. Поэтому я предлагаю сейчас внедрить производство и проверить японскую лесопилочку. Ну вот у меня была заготовка тоже в качестве если брать эту метафору инструмента, как лобзика такого универсальной отмычки может подъехать ко всем другим случаям. Есть тоже интересная такая модель чертова. Он написал очень такой всеобъемлющий труд знаковость опыт синтеза идей о знаково-сигнальном средстве связи. А он в каком подходе это собирает? Он через методологию тоже, но не через СМД вариант, а более широкий. Там и психологическое понятие деятельности, и философское, и очень широкий контекст он берет. И главное, что самые разные теории знаковости семиотические, феноменологические, много-много-много разных логические подходы, и потом строит такую красивую знаковую призму многомерную, объемную, в которой несколько сразу плоскостей или ракурсов, и они там все очень упакованы. Но это я предполагал как раз предъявить как свое видение возможностей тоже объединения разных подходов, разных каких-то концепций коммуникативных. То есть в рамках того доклада, который вы предлагали сегодня, да? Нет, сегодня видение текста Щедровицкого. То есть мы как бы вокруг него танцуем, а то я видел как другое, как возможность другого какого-то такого универсального инструмента. Поскольку мы по этим возражениям и вопросам пошли сверху вниз, то получается что наверное интереснее бы сейчас было у меня вот здесь вот СМД в инструментике получается что у вас есть некая альтернативная как это дядя прозовут? Чертов. Чертов. Очень хорошо. Чертовски привлекательная штука в образовании. То есть по всей вероятности у этого Чертова тоже трудливо работался это же некий инструментарий который позволяет в общем производить нечто работать так как нам было полезно работать в семинаре и тогда если бы вы рассказали про то как это делать чертов нет сейчас я не смогу в любом случае я не буду счастлив давайте даже разница с первым да поэтому я тоже предлагаю СМД в каком-то смысле Александр предлагает свою интерпретацию понимания текста Седровицкого какой инструмент он предлагал и я сейчас послушаю я даже послушала я на что обращаю внимание что если мы сейчас начинаем разбираться с разными способами как можно прочитать какие инструменты можно выключить из текста Седровицкого получается что мы вроде как сделали выбор по поводу того что мы пользуемся инструментариями мы хотим понять если там инструмент ну то есть ты говоришь вот в этом куске земли есть самородок который нам нужен и ты говоришь вот он здесь Александр говорит не-не-не он на самом деле немножко другой этот самородок и мы его пока не выбрали и потенциально а вот там в том месте еще один самородок может быть но нам нужно хотя бы разобраться с одним потому что я понял текст Седровицкого вот совсем не так как ты его предлагаешь ну вот это научение из текста Седровицкого да и я соответственно как бы никогда не могу любиться из которого возникла идея вообще предложить текст Седровицкого то есть это до текста Седровицкого это причина по которой текст Седровицкого вообще был в прошлом семинаре по-прежнему не понимаю и поэтому я бы вернулся к тексту Седровицкого к версии Александрови а у вас тоже есть версии текст был потому что я его не получил я писал об этом даже что я ДН текст не получил хотя бы на сайте как вы это посмотрели. То, что у меня есть дома, я пересмотрел, вроде ничего подходящее. Послушайте, у меня есть еще предложение, прежде чем мы перейдем по альтернативному представлению, которое заключается в том, что я получила упрек в том, что то, как работать со второпростоянной системой, непонятно. Если вы позволите, я бы буквально в 5 минут уложившись, показала, как это может работать. Это сделает несколько более понятное моё предложение, я надеюсь. Тогда мы сможем более полно рассматривать предложение экзамбля. Он длинный, там 30 страниц. Возьму себе его лист, мы вернемся, да, и взялась. Дальше, а может, мы все-таки начинали на своё лист? Да, это просто другое пространство, да, у нас будет образец. И для того, чтобы показать, я бы взяла модель, знаете, чью? Это Шеннен Ривер. Сама схемка выглядит так. Вот у нас есть источник информации. Здесь у нас сообщение идёт. Передатчик. Передатчик. И тут происходит кодирование информации. Сигнал. Канал. Передачник. Соответственно, сигнал идёт дальше. Приёмник. И декодирование. Сообщение. То есть происходит кодирование другого. И здесь получается. И на канал коммуникации влияет шум. Так выглядит, собственно, оригинальная схема, которая была предложена, по поводу совершенства и так далее. Сейчас я её раскладываю во втором представлении системы. Во втором представлении системы у нас есть процессы. У нас есть функциональная структура, процессы. Так. У нас есть организованность материала. И именно если я разборчиваю, я переспрашиваю, цену на что-то на колокол. И, собственно, морфология материала. Морфология материала. Короче, мы будем сделать сейчас эту схему. Прядь мы её, раскладывая её по процессам. Ну, какие здесь процессы? Ну, совершенно очевидно, что идёт передача информации, как передача информации. Это один процесс. Кодирование. Второй процесс. Декодирование. Третий. Что у нас там есть ещё прекрасно? У нас есть зашумление, как особый процесс такой. Зашумление. У нас есть... Сам процесс передачи сообщений и сигналов. Передача. И у нас есть ещё два... Ну, здесь, в общем, они как-то вообще, по-моему, были слегка. Там есть порождение сообщения и принятие сообщений. То есть, ну-ка, мне не хватит. Порождение сообщений и принятие. Ну, о чём понимание хочется сказать. Тут непонятно. Теперь, собственно, функциональная структура процесса. Есть процесс большого передачи информации. И то, как он представлен здесь, выглядит следующим образом. Тут внутри есть цепочка процессов, которые там вшиты. Сначала идёт процесс... Я не буду подписывать, просто назову. Вот здесь идёт порождение сообщения. Какой это процесс. Потом идёт его... Что-то у нас идёт дальше. Ну, передача, да, какая-то. Передача этого сообщения... Не от кодирования. Да, порождение сообщения. Потом будет идти кодирование. Потом будет идти его передача. Причём при передаче, ну, что, зашумление, да? Как параллельный процесс, соответствующий. Причём, вот, чётко по размеру ему соответствующий, да, идёт. Потом у нас будет идти... Ну, там дальше идёт передача. Декодирование. И вот это вот самое понимание принятия, да? То есть, вот примерно такая структура процесса производится. Ну, это... А не дублирует ли она исходную схему? Да, это не структура процессов, к сожалению. Это структура процессов. В смысле, дублирует исходную схему? Да. Ты не нарисовала структуру. Нет, ты не нарисовала структуру. Сейчас, ну, можно дышаться, да? Меня не устраивает это в качестве структуры процессов. Потому что для меня процесс, например, передачи информации, который ты выделяешь как ключевой системный процесс, да, в принципе, как системообразующий, ради которого вся вот эта вот система работает. Я так понимаю, что у них коммуникация работает на передаче информации. Ты выделяешь передачу информации как главный структурный процесс. Я говорю, что вся эта схема описывает один процесс, передача информации. Дальше я тебе рассказываю, как понимается передача информации. Она понимается как совокупность определенным образом, соорганизованным друг с другом, от процессов. Дальше я тебе рисую карту этих вот процессов. То есть это процесс передачи информации, а это тот же слово, только в разрезе. И вот разрез мне... Мне он тоже не нравится, но он является структурой процесса. Нет, в том-то и дело, что я не вижу, чтобы ты своим разрезом такого представления, такого подхода показала структуру. Это не структура, это... Леш, структура процесса может выглядеть по-разному. В частности, вот в той антологии, которую я привела выше, структура процесса выглядит как цепочка, последовательно сменяющаяся друг друга процесса. Я считаю, что это большой минус такой антологии, ну, как бы и показатели, в общем-то, прям извертой примитивности. Но вот в этой антологии структура процесса выглядит так. Они сначала порождают сообщение, потом кодируют, потом... Ну, и там каждому из них что-то там отмеряно. И они последовательно сменяют друг друга. Но если нет, в этой антологии такая структура процесса. — Какая тебе нужна? — Нет, подожди, скажи, это не вопрос, какая мне нужна. Я возражаю к тому, как ты выделила вообще структуру. — Подожди, подожди, подожди. Как вы выделили? — Да, для меня структура — это совсем другая вещь. Во-первых, если я готов принять это как модель, я не готов принять это как схема, я готов это принять как модель. Я готов согласиться с таким выделением процессов — передачи информации, кодирование, декодирование. Я считаю, что это не все процессы, но не важно. Но, например, я для себя явным образом разделяю понятие информации и понятие сообщения. Для меня это очень разные штуки. — Подожди, скажи. — Я понимаю, информация существует, и вот там дальше, когда я буду про это говорить, там организованность материала и мифология. Вот здесь материал — это информация, а организованность материала — там две. Одна — это в виде сигналов, а другая — это в виде сообщения. — Отлично. — И это схватывается. — Структурой это не схватывается. — А это не должно схватываться в структуре. Но ничего себе. — Это разные организованности материалов. — Подожди, стоять. — Все должно схватываться на своем месте. Там, где у нас процесс, и там состав. И там, вот здесь, вот, не схватывается, как они в другом соотносятся. Они через это перечисляются. — И здесь их точно так же перечисляются. — Алексей, у вас вообще сбивает слово «структура», да? — Да, для меня структура — это некий состав соотношениями между собой. Это не состав соотношениями между собой, извините. — Наверное, да. Просто не находится другое слово, которое может в данном случае заменить структуру. А это внутри процесса. То есть, здесь два разных разовых понятия. А как уже там внутри, какие темы используются? Это уже зависит от родового понятия, о чем мы говорим. — Сейчас, вот, можно я договорю? — Я тоже говорил про гонки. — Я не знаю, если мне получится сходу, но примерную структуру, как я ее вижу, да? Есть процесс передачи информации от источника к ресиверу. И это только один процесс передачи информации. Над ним, никак с ним не пересекаясь, есть процесс передачи сообщения. Сообщения информации для меня разные вещи. И они в каких-то местах с сообщением что-то происходит, и с информацией что-то происходит в тех самых узловых штуках. Есть процесс какого-то кодирования, которое возникает, ну, там, вот, например, здесь. И оно там длится до какого-то этапа, там, здесь или здесь. Надо смотреть. Есть процесс, там, чего-то там, какого-то шума, да? Который влияет на сообщение или не влияет, он влияет на информацию, или он не влияет на информацию, на что-то он влияет. И эти процессы находятся, ну, в смысле, вот эти все процессы, в каком-то отношении на фоне функционального главного процесса. Сейчас у нас появляется состав со своими отношениями. Вот это, это не структура. Здесь, если подумать, хорошо, можно найти какую-то структуру. Хорошо, посмотрю. А как вам связывается между собой информация? Я остановлю. Мы сейчас не пытаемся сделать работу по выявлению структуры процесса здесь. Мы сейчас разбираемся с образцом. Ты провела эту работу, я говорю, в таком варианте, мне эта работа не устраивает. Да. Мы сейчас разбираемся с другой вещью. Не с тем, как правильно отобразить эту модель, а с тем, структура процессов, функциональная структура процессов для антологии в рамках какой-то теории может быть построена или не может быть построена. То есть мы же сейчас разбираемся с тем, можно ли вообще некое антологическое представление устройства коммуникации разложить по 8-4 пунктам. И вот в чем мы с тобой здесь ни разу не спорим, так это в том, что это возможно. Ты предлагаешь свой вариант, я предлагаю какой-то свой вариант. Я, в общем, считаю, что это как бы сильно похоже, просто я здесь сильно упрощенно это рисую. Я не умножаю этажей, например, не выявляю какие-то соотношения внутри них. Честно сказать, я наручий Дровинского, потому что он в другом месте просто анализирует эту модельку, и он говорит, что там цепочка процессов последовательная. И, в общем, я так и не делала, по-моему, не размникает. Потому что мне это нужно здесь и нарисовать именно точную функциональную структуру процессов этой модельки. Нужно показать, что функциональная структура процессов этой модельки возможна. А дальше мы можем с тобой там совершенствовать ее до второго предшествия Христа. Ну, видишь ли, в чем вопрос, да? Ты берешь вот некий свой инструмент, который ты называешь второе представление системы, прикладываешь к какому-то куску знаний, который называется модель Шон Уилла, которая как-то сказывается про коммуникацию, и пытаешься реконструировать антологию, антологическое представление. Сейчас я пытаюсь показать, что инструменты могут быть. Так, давай тогда сделаем хотя бы один прогул, в котором вот этого представления будет достаточно, чтобы реконструировать антологию, потому что, ну, пока недостаточно. Пока я тебе вот половинку рассказала, да? И этого, да? Да, конечно, недостаточно, потому что ты сюда пункт, как минимум. И вот, ну, с чем дело? Я же сейчас работаю этим инструментом не образцово-показательным. Я сейчас не художник, который при всех рисует джаконду, да, вот публично. Я сейчас беру и показываю тишу маркер, шишет. И, соответственно, потому что здесь это очень такие преобразительные каракули, чтобы сделать разбор вот этой вот модели по ОМУ, по этим, ну, то нужно, в общем, покопаться, да? Почитать, там, поразбираться, подумать про это. Это абсолютно набросок. Ладно, давай ты будем разбирать. Да, целиком посмотрим. Я вот подражу как-то уже по-серьезному. Ну, вот подражу по-серьезному. Потому что здесь, например, ты указываешь на разницу между сообщением и информацией. И я обращаю внимание вот на что. Информация – это то, что является материалом. Но эта информация, этот материал существует в рамках этой информации. Это крутое утверждение, что информация не является материалом. Оно не стихуется с тем, о чем вы говорите, да? Потому что я пытался спросить, как у вас относится информация? Подожди, что информация не может быть материалом, извини. Почему информация не может быть материалом? В этой антологии она и не является. И она существует в виде сообщения, не ухода материала с деорганизованностью. В этой антологии материалом существует деорганизованность. Оганизованность – это сообщение. Вот на этом этапе до кодирования и после декодирования информация существует в виде организованного, как сообщение. Это одна организованность материала. Потому что, знаешь, это как машинка такая большая, а внутри нее течет информация. А в этой антологии, вы приезжаете, да. Угу, нет, ничего не получилось. Ну, в смысле, сообщение – это не материал. Сообщение – это не материал, это организованность материала. Это форма организации материала. Тоже, тут все написано. А вторая форма – это сигнал, да? А вот не совсем сигнал. Потому что сообщение – это действительно форма организации, а другая форма организации – это то, что заказировано сигналами. То есть, я бы сказала, что сообщение — это некая форма организации на условно-естественном языке, а вот тут есть что-то на искусственном языке, некая, ну вот сигналы, да, это вот тот самый сигнал. — Обработанным кодом, может быть? — Закодированным сообщением, наверное. — Сообщение к кодику. Как-то так, у него вот получается, что через всю эту машину течет наша замечательная информация, организованная двумя разными способами, в зависимости от того, на какой стадии протекания всего этого она проходит, между процессами, которые там, наверное, действительно можно выявлять в достаточно сложной связи и отношениях, хорошо вы действительно этим разбираться, потому что чем крутая эта онтология, это именно тем, что она… — Это не отология, это модель, модель. — Так, для этого, потому что… — Чем хороша эта модель, так это тем, что вот, когда описывают модель, то чаще всего делают упор на чём-то там из этого одного, потому что, например, это более выпукло. И вот в этой модели как раз функциональная структура — это то, что он как бы явно дано, то, что привисован. Поэтому здесь проще всего с ней работать. Ну вот, а про информацию самое интересное, что… — Наверное, в оригинальных текстах там что-то говорится, что они вот этим понимают. Но поскольку я, в общем, глубоко это всё не копала, в этой модели очень много сказать. То есть про это много в этой модели, про это почти ничего. Мы вот про это что-то можем сказать. И это я сейчас показываю, что этим инструментом с таким родом вещами работать можно. и теперь её слушаем. Прозрожаем. Притерпи. Замечаем. — Всё, 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 всё. — Ну, может, подождите, скажите, что я люблю, что я люблю. — Ну, да. 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 Потому что по нашему исходному посылу мы передаём нечто. В данном случае мы передаём модель передачи информации. — Точно. — И получается, что мы передаём, если информация — это материал, то мы передаём материал вагонами. — Нет. — Ну, как это вот, для меня это очень... — Материал всё равно просто. — Действительно. — Вот навскидку я могу как-то думать в сторону того, что материалом... — Передача радиосигнала — это не передача. — Вот смотрите, я сейчас могу на этом примере. Для меня материалом в этой модели является материал-каналом. Ну, например, если мы рассматриваем радиосигнал, то материалом будут провода, приёмники, лампы, транзисторы и прочая другая фигня, у которой есть внешняя организованность в виде схем, и есть внутренняя организованность в виде электронов, магнитных полей и всякой другой штуки. И материал не передаётся. Он просто есть, ну, тупо есть, да? — Меняется его организованность. — Нет, ну, она не имеет. Есть там два приёмника, между ними течёт ток или что-нибудь, и по ним идёт информация, и это функциональный процесс. И тогда... А ты приравниваешь материал к информации и говоришь, что... — Я поняла характер твоего возражения. Мы фактически сейчас с тобой, когда вот по этому поводу спорим, мы рассматриваем разные системы. То есть ты рассматриваешь систему, какую-то, ну, сам, материальное умение, да? Например, ну, там, книжка, да? Вот её такой материал, бумага, там, и так далее. И ты рассматриваешь, как систему, там, нечто, находящееся в реальности, да? — Ну, уже не модель, но, получается, он антологию рассматривает. — Я этого не говорю. — Он вообще рассматривает то, на чём эта модель живёт. — Да, да. — Ну, антологию... — Её... Вот не антологию. — А, лучше реализация. — Нет, подождите. — Тут вот с антологией всё очень сложно, потому что... — Сейчас, да. Оставь пока антологию. — Это модель нет. — А я-то рассматриваю, как систему, вот эту модельку. И вот в этой модельке проводов нет. — Нет проводов, конечно. — И поэтому они не могут... — Это может быть и устная коммуникация. — Понимаешь, что не дело? — Тогда будет материалом, что? Колебание воздуха. — И тогда, если мы попытаемся вот это... — По-разному. Вот, понимаете, в чём дело, да? Это очень интересный момент, что является материалом в конкретной модели. С одной стороны, это может быть колебание воздуха, а с другой стороны, на той же самой этой штуке это могут быть люди со своими там культурными, социальными штуками, материалом при той же самой разговорной этой штуке, которая, ну, исследуется моделью. И я говорю про то, что вот этим инструментом мы это не схватываем. Пока. — Тогда ты фактически ставишь в проблему. Я тут обозначила вот то, что происходит примерно так. Я сейчас раскладываю здесь, в рамках второго представления системы, строго модель, а не вообще без всяких форм ее материального воплощения, без малейших. Ты говоришь, что как только мы начинаем рассматривать разные представления, то там очень многое внутри этих вот описаний моделей, теорий и так далее, очень многое зависит от материальных форм, на которые накладываются, и их нужно учитывать. — Я не это говорил. — Что ты говоришь? — Я говорю примерно противоположное. Я говорю, что вот это ни разу нам не антология. и мы можем каким-то образом реконструировать, а что же они вообще в такой модели, как они видят устройство, не знаю, мира и что именно они передают со своими там моделями, схемами и описанием этой работы. И ты говоришь, они передают информацию. Я говорю, ни фига, вот в такой схеме антология на информации не строится. И тогда я говорю, что вот таким мы… — Я не понимаю, что ты возражаешь. Ты возражаешь против моего прочтения этой модели? То есть я вот, заполняя здесь, например, я неправильно прочитала эту модель? Или ты говоришь что-то другое? — Я говорю немножко другое. Я говорю, что… — То есть, пожалуйста, прочитала правильно? — Ну, у меня по-другому прочитание, не знаю. Я читаю не модель, я читаю твою первую схемку. Ну, не схемку, а картинку. И я ее читаю по-другому. То есть, ты выкладываешь вот это. Я не читал теорию. Я читаю твою картинку. И для меня, видишь, сразу возникают разные расклады в этом, если это СМД, да? Я возражаю к тому, что даже если мы это по-разному расписываем, это надо выяснять в теории, да? Я к тому, что мне вот этого не хватает, чтобы внятным вот этого четвероякого выделения мне категорически не хватает для того, чтобы внятно понять, что эти мужики имели в виду. Недостаточно. Да? Вот это описание недостаточно. А научение недостаточно. Если бы он в понимании, что… Вот, смотри, да, ты… Да, смотри, если мы сейчас как-то рефлексивно остановимся и перед вами, а как ты выделяла структуру, а как ты выделяла там, морфология, как ты выделяла процессы в этой… в твоём… это твой инструмент. Твой инструмент состоит из выделения четырёх блоков, имеющих, ну там, какой-то, да. А я говорю, что выделяя какие-то блоки из какой-то куска знаний, ты на самом деле пользуешься в загажнике чем-то ещё. Либо не пользуешься, но это не… ну, то есть… Я ещё слышу несколько очень разных утверждений, которые меня сбивают с толку. Во-первых, ты говоришь, что этого недостаточно. Я пытаюсь понять, в чём недостаточность. Во-вторых, ты говоришь, что я использую какие-то дополнительные инструменты, которых не предъявляют. И это другое утверждение. Хорошо, можно здесь какое-то одно изменить? Да, первое, я говорю недостаточно. Если бы… Я пытаюсь понять, что не складывается и не… Ну смотри, ты берёшь инструмент, прикладываешь его к этой схемке, да, условно, схемке, и ты получаешь один результат, а я, прикладывая этот же, ну, как я его понимаю, инструмент к этой же схемке, получаю другой инструмент. Это значит, что у нас два разных вот этих вот языка. И тогда либо мы неправильно понимаем язык, либо мы неправильно прикладываем инструмент. Я думаю, что всё не так. Я думаю, что если ты берёшь… Подожди, ты поняла, по крайней мере, что я… Да, ты говоришь, то есть ты сомневаешь инструмент? Нет. Потому что ты говоришь, что если два разных человека, говорят, один и тот же инструмент, получают разные результаты, значит, как бы инструмент, он ничего не гарантирует, мы просто используем каждый из нас ещё какие-то дополнительные инструменты, и в результате, ну, как бы инструмент не катит. Да, это очень странно тогда, да? Если мы возьмём один инструмент и получим десять разных… Как это? Это что-то не то с инструментом. А что с инструментом всё то? На метафоре лобзика. Ты берёшь лобзик и букву О вырезаешь, я беру и букву А вырезаю. Понимаешь, инструмент работает, но мы вырезаем разные. Нет, подожди, стой, 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 стой. Я расскажу тебе, как такого рода… Это просто образ. Ты говоришь… Нет, смотри, у нас же какая идея? Нам нужно проделать дырку, через которую мы будем впихивать. И мы говорим, что это дырка, через которую мы можем пропихнуть все теории, и дырка очень стандартная. Тогда, соответственно, применение инструмента должно быть одинаковым. Если мы сейчас согласимся применять инструмент, то, например, взять какую-нибудь теорию и сказать, перейтись по домам, на следующий сценарий прийти, у нас должна получиться одинаковая раскладка. Я согласна. Вот в этом есть и не согласна. А согласна вот с чем. Если мы берём одинаковый инструмент и разбрасываем, например, одну теорию по этим четырём пунктам, потом приходим и обнаружим, что у нас есть несовпадение, то знаешь, что это означает? Что мы должны взять и начать разбираться. А как каждый из нас выделял процесс? О, и это как раз мы переходим к второму вопросу. И вот здесь нам нужно разбираться с теми процедурами и так далее. Разбираться с теми проблемами, которые возникают на нестыковках. Потому что заранее как бы всё это просчитать невозможно. Эта работа семинаров как раз в этом и заключается. Чтобы состыковать вот это, чтобы выработать в рамках семинара структуру процесса. Смотри, я же тебе задал два вопроса. Помнишь, ты отвечал на один, а я говорю на второй. Это означает, вот текущая нестыковка, что вот этого инструмента недостаточно, а нужен другой, который нам позволит одинаковым образом выявить процессы, выявить одинаковым образом структуру. И я говорю, что это должен быть другой инструмент, а не системное представление. Как ты будешь потом разбираться? Мы с тобой придём, наберём разных процессов. Как ты будешь разбираться? Так, как обычно разбирается семинар. Ты выбираешь свои основания для выделения, я предъявляю свои основания для выделения. Мы разбираемся с этими основаниями. Ну, то есть обычная семинарская работа. Мне так кажется, что то, как мы будем с этим разбираться, является тем самым инструментом, заложенным, предложенным Щедровицким. Не категорией процессов, структуры, организации, морфологии, а те самые там рамки, понятия и прочее, которые вот здесь вот одинаковым образом нас приведут к реконструкции вот этой антологии. Ну, антологии, стоящей за этой штукой. И тогда я говорю еще очередной раз, что вот этот инструмент мне до сих пор недостаточно. То есть я сейчас, кажется, лучше услышу то, что ты говоришь. Ты говоришь, что есть определенные четыре поля, которые мы там предполагаем, что будем заполнять в отношении каждой из, там, теорий коммуникации. Но при этом нам еще нужны инструменты нормировки работы с этими полями, нормировки работы с... Ну, да, какой-то, да. Можно работать в каждом из полей, определить, что является процессом, насколько он важен. И в этом плане тогда не это инструмент, а... Ну, подожди, я вам прямо не согласна, что это не инструмент. Это, ну, там, один из, да. Сейчас ты указываешь на то, что нам вообще-то нужны еще и другие. Я думаю, что вот, что касается других, знаешь... Ну, я думаю, что в качестве такого рода инструмента нам понадобится логика, хотя бы формальная. Нам понадобится, там, совесть. Нам понадобится чтение текста. То есть есть какие-то, в общем, нормы достаточно универсальные, когда люди вместе думают. Да, там, да, мы будем конструировать какие-то понятия. Да, мы будем внутри, там, какие-то вещи концептуализировать, там, вопрошать и так далее. Ну, а какие, кроме самых общих инструментов, которые используются в мышлении, там нам понадобятся? Нам понадобятся какие-то... Ну, наверное, понадобятся понятия процесса, да, что мы можем выбирать. Ну, вот насчет того, что это инструмент, да, нет. Понятие процесса — это, там, некий рабочий момент, с которым надо будет разобраться и двигаться дальше. Ну, и, кстати, если мы берем, например, если, да, это же пока все подобным образом, если мы берем второе представление о системе, то понятие процессов нам придется забраться. СМТ, в этом смысле мы как-то... Нам останется только его понятие усвоить. И там есть определенные нормы в работе со вторым представлением о системе, с которым нам придется дружить, если мы это берем. Поэтому, я думаю, что вот твое беспокойство по поводу того, что там основная вся работа внутри, по компонентам рамки западной цепарей, мне кажется, что там все будет, ну, как стандартная семинарская работа, здравый смысл и чтение. Хорошо. Тогда такой вопрос. Получается, у нас нет такого понятия процесса, которое бы позволило однозначно интерпретировать любую схему, да, любую модель. То есть там остается настолько широкие возможности для интерпретации, для понимания, для описания, что каждый из нас, отталкиваясь от понятия, от рабочего понятия процесса, в итоге найдет все, не энное количество вот разных процессов, и потом придя сюда, он просто согласован, обсуждая, да, вот это там не является процессом, или это является то менее значимым, это более значимым, и в итоге какое-то вот общее... Я просто пытаюсь понять режим работы дальше, да, если у нас есть вот такое понятие процесса, то что мы с ним делаем? Если у нас есть зависание на тему того, что считать процессом, то, ну, как бы, наверное, нужно посмотреть вот это второе представление системы, как написано, если взять это, собственно, некое представление о процессе, и сказать, мы работаем с ним. Если мы берем этот инструмент, то мы, соответственно, работаем с этим представлением о процессе, и тогда нам нужно как-то иметь общее понимание того, что есть процесс для того, чтобы в результате, когда мы придем каждый с разложенным по четырем полям, тогда у нас было бы меньше расхождений. Ну, если у нас есть одно понимание в процессе, тогда шанс на это расхождение меньше. Ну и дальше уже... В итоге, да, у каждого даже не по четырем, вот я сейчас беру не по максимуму, а по минимуму, вот одно более процессуальное. Соответственно, у каждого там получается энное количество процессов, да, вот я там насчитал десять, кто-то двадцать, кто-то вообще парочку нашел, и мы, приходя сюда, обсуждаем, да, вот там есть два процесса или есть двадцать процессов. В принципе, можно оставить и два, но лучше пусть будет двадцать, да? Вот что у меня смысл. Критерий выбора. Да, критерий выбора. То есть, к чему мы в итоге приходим по итогам обсуждения? Что двадцать процессов вполне имеют место быть. или все-таки два? Я думаю, что... Ну, это зависит от того, какую систему вы делаете, какую систему составляете. Я полагаю, что там не будет такое глобальное возбуждение, ну, потому что все-таки, имея одну модель, там сильно много своего не придумаешь. Другое дело, что у нас могут быть разные какие-то критерии, там, степень отрабления, да, которая, например, может сниматься за счет, когда мы переходим к структуре процессов, мы вдруг понимаем, что, ну, их соотнесение таково, что действительно там есть ли какой-то большой, и кто-то выделял это как под процесс и не прописывал, а кто-то выделял как отдельный процесс. Ну, то есть, я думаю, что это будет просто сниматься в выработке вот этого суждения. И плюс, к тому же, вот степень знакомства с самой, да, концепцией, с самой моделью. То есть, кто-то прочитал там, ну, даже не целиком материал, скажем, кто-то прочитал и нашел свое, да, то есть, вот степень освоенности этого материала, степень там готовности его как-то раскручивать. Скажем, если, то есть, вот даже в представлении вот этой элементарной, казалось бы, схемы, можно найти тут совершенно много вариаций. Потому что, да, кибернетика не предполагает психологии. И получается, каждый вот этот период, да, каждый элемент этой системы – это черный ящик, как в бихвеоризме. Им не нужно знать, как происходит кодирование, да, что происходит в мозге, там, или в сознании, или где-то еще. А если это не оговорить предварительно, что это черный ящик, то мы, кто-то из нас, получив такое вот домашнее задание, начнет копать, что там происходит, как происходит процесс кодирования. И там находится, и внезапно обнаружится, что там полно процессов тоже. – А как нужно копать там, где ничего нет? Там же нет человека. Как можно копать человека в этой модели? – Кодирование. Мы просто это поозначаем, как кодирование. – То есть вы имеете в виду, что человек, который смотрит на эту модель, он придумывает, как бы додумывает. – Да, 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 да. Он начинает додумывать. – Да, когда он приходит на семинар, мы говорим, ну, как бы, ты очень круто все придумал. – Ты слишком увлекся, да? – Поэтому мы обрезаем этот процесс. – Ага. – То есть я к тому, что там действительно тогда можно найти столько процессов, что… – А общая цель у семинара есть или нет, если исходить из этого, как критерия вот той работы, о которой вы сейчас говорили? – Общая цель семинара заключается в том, чтобы мы могли взять разные теории представления коммуникации и иметь возможность сравнить это между собой, поставить там, ну, сказать, что вот это там ограничено в каких-то вещах и не применимо для анализа про таких-то ситуаций, таких-то сфер. Это работает в других, да, в других сферах, скажем так. Ну, то есть, как разограться, пространовать эти между собой, посмотреть, там есть ли противоречия, нет противоречия, и все такое. И, ну, сейчас мы на инструменте, который позволяет снимать эту цепанцию. – Опять же, смотри, это интересная вещь о том, что я к сегодняшнему семинару в очередной раз читал этот текст Читарлицкого, с каждым разом я его читаю быстрее, и каждый раз я его понимаю лучше. Наверное, когда-нибудь я его наконец пойму, ну, в смысле смогу с основания, потому что я его понял. Но он там утверждает немного другое. – Ты сейчас читаешь, ты сейчас говоришь про какой-то другой инструмент, который может быть полезен? – В общем-то да. И, соответственно, отвечая в каком-то другом ракурсе на вопрос про цели семинара, Читарлицкий говорит, существует много разных теорий знаний. Они там вообще про разное, понимают разное, видят материалы у них одно, видят категорию другой, видят функции третьей. И он говорит, что с одной стороны можно было на всех их забить, попробовать построить что-то с нуля. и он говорит, что мы не хотим выбрасывать с водой ребенка. Признаем, что в каждом из подходов, скорее всего, что-то есть полезное. И он говорит, мы попытаемся разобраться с разными подходами в распредмеченной их форме, с тем, чтобы взять из предметных проекций что-то, на что они указывают однозначным образом, что нас интересует в знаке. Они все так или иначе на что-то указывают в знаке из своих предметных проекций. Понятие знак. И потом он говорит, насобирав вот этого всего, у нас появится некое синтетическое поле мышления, в котором мы сможем синтезировать и сказать, ну вот это, в принципе, обеспечивает нам достаточный набор всего про знак, в который мы можем растаскивать дальше в своей предметности чего-то. Но он при этом не просто говорит, мы их можем посталкивать друг с другом, а он говорит про некое создание целостного и формирование или выработку одной или нескольких категорий, в которых вот эта синтетическая совокупность, выделенная, как-то дистиллированная из предметности, могла бы схватываться нормальным образом. И я вот так вижу желаемый результат. Для какого года эта работа? Семьдесят, там… Начало Семьдесят, то есть… Да, да. И для меня это страшно интересная штука. Когда мы возвращаемся к огромному количеству знаний, которые сказываются про что-то очень разным образом и, наверное, про разные, но в них есть какая-то общая вещь. И мы разбираем в каких рамках, из каких ракурсов, про что, и в чем их на самом деле польза, где их ограничения, и набираем свое понимание и содержание вот этого понятия, в данном случае у нас там коммуникация лежит, с тем, чтобы мы не просто знали, это отличается от этого вот этим, да, это применим в этом, то есть мне сами они не нужны, мне нужно распределить… Я понял, что вы говорите, и я сказал, что это очень непокоит на Щедровицкого, на его пот, на то, как он входит. Но это мое понимание… Точно. И поэтому я делаю, что это, скорее всего, ваше понимание Щедровицкого. Я хочу перехватить модерацию и сказать, что у нас фактически чуть больше 15 минут есть до конца. Полчаса. Давайте послушаем. Слушай, если в России проводят этой статьи, и я ее… Я прошел. Это половина, да. И тогда у нас есть Александр во-первых, и нам нужно будет решить, что мы делаем в следующий раз. Поэтому я пока предлагаю просто дать слово. Да. В принципе, я могу ложиться и в 10 минут. Готовите вы тоже. Да, да, да. Упакуемся. Чтобы оставить материал хотя бы дома по-другому. То есть у меня вообще, в принципе, другой заход, потому что я… Биола, помоги там. …выдел другие возможности. Сходя из категории деятельности, где он там вначале расписывает, что это вроде бы как бы непрерывный процесс, который в определенных местах как бы застывая, обретает конкретную форму. Мы можем ее схватить, можем ее как-то описать и с ней работать. Именно в некоторых местах. И когда вот он применяет… Я даже назову конкретную страницу, на 16-й странице. Вот там можно посмотреть. Когда он начинает описывать вот эту систему деятельности применительно к процессам коммуникации, то там он выделяет ряд позиций, которым приписывает некоторые функционально значимые, некоторые функции. И эти функции выполняются определенными персонажами. Вот он вводит там целый ряд таких персонажей. То есть каждый персонаж, каждая такая фигура, за ней стоит определенная позиция. И я попытался просто реконструировать, как эти позиции взаимосвязаны. То есть это скорее… Ну, с одной стороны, да, наверное, претензия на антологию получается. А с другой стороны, это все-таки моделирование процессов. Ну, я просто пока разберусь с этими позициями, их соотношениями, а потом мы решим, что с этим можно делать. То есть как это мне увиделось? Есть некоторая исходная такая ситуация, когда есть два человека, они взаимодействуют друг с другом по поводу определенного предмета деятельности. То есть, ну, скажем, они что-то там делают, что является плодом их совместных усилий. При этом они взаимодействуют, и между ними осуществляется коммуникация. Первая ситуация – ситуация коммуникации. По поводу деятельности, вот этой, которой они существуют? Это не важно, что они делают. Важно, что они при этом обмениваются информацией и коммуницируют. То есть это может быть там, они может копают, может быть там, производят какой-то продукт, и корректируя свои действия, они общаются. В данном случае коммуникация для них незначима, или значима в той мере, в какой способствует появлению продукта. Вот этого продукта, собственно. Продукт в деятельности. Появляется на следующем уровне, то есть это у нас позиция 1 и 2, они могут непосредственно взаимодействовать. То есть это даже, скорее всего, мне кажется, имелось в виду действительно вот в поле видения, да, в поле непосредственного взаимодействия, а не дистанционного. То есть не по телефону, никаким иным способом, а вот когда они вместе в ограниченном пространстве что-то делают вдвоем. Александр, а можно секунду? Мне показалось, что там где-то в тексте Щедровицкий позицию 1 и 2 все-таки называл говорящие и слушающие. Что-то вот... Да, они могут меняться ролями. Кто-то из них говорил, кто-то слушает. Роль 1 это там говорящие услуги. Конечно. Это неважно. По телефону они говорят. Ну да, в таком случае... Важно то, почему, мне кажется, то, что они все-таки должны что-то делать совместно, но по телефону... Ну, один говорит, зайди в автобус, пройдите столько-то остановок... Может быть, они пишут текст, скажем, да, и тогда, общаясь по телефону, они тут же корректируют там набор текста. Ну, возможно, да. Но вот мне показалось, это все-таки привязано к ограниченному пространству, когда они могут друг друга видеть, взаимодействовать, там, ну, таком... Возможно, другой вариант. Затем возникает проблема трансляции. То есть, должен появиться третий персонаж, который физически здесь уже не присутствует. Но он тоже хочет знать, как делается этот продукт. Ему нужна информация о производстве этого продукта. И здесь возникает необходимость трансляции. То есть, уже от этих двух передается информация третьему. И это будет уже трансляция. Это может быть представитель другого поколения. То есть, этих субъектов уже не существует. Но тут появился третий из интересованных субъектов, который решил воссоздать продукт их деятельности. Ему нужны чертежи, скажем, да, по которым они работали, которые после них остались. Он может по ним воссоздать опять же этот продукт. То есть, этот продукт уже является общим для них вперед. Эта ситуация от коммуникации к трансляции, она расширяется, но вокруг как бы вот этого продукта исходного, продукта деятельности или предмета деятельности. Затем появляется четвертый субъект, для которого уже важен не продукт деятельности или предмет деятельности, а предмет коммуникации. Ориентирован, скажем, да, охватывая вот эти процессы, ориентирован уже на предмет, где я его тут потерял, потерял. Ага, у меня он тут появляется, да, на стыке, а предмет деятельности где-то тут вынесен. Ну ладно, пусть предмет будет уже присвоен. Предмет коммуникации. Это четвертый субъект. Он выявил его из этих ситуаций. Он его обозначил. И, вообще, травительски его называют уже инженером-конструктором. Он может анализировать сообщения, которыми пользовались первые два субъекта, которые появляются в процессе коммуникации, и трансляции тоже. Затем возникают позиции 5 и 6. Некие исследователи. Почему их двое? Потому что у них тоже, оказывается, распределены полномочия, распределены функции. Пятый ориентирован на анализ коммуникации только лишь. То есть, вот этого процесса. Не предмета, обращаю внимание, не предмета. На предмет ориентирован четвертый. А пятый уже анализирует сам процесс. А шестой, соответственно, анализирует процесс трансляции. Еще один уровень возникает. Когда совмещаются все эти, согласуются все эти позиции, все эти процессы предметности, то это уже описывается кооперацией. Вот такой третий уровень кооперации. И он уже может схватываться не в каждом из них, а только извне, вот со стороны седьмой позиции, которую занимаем мы, как читатели текста, как свидетели всех этих процессов. Анализ ситуации кооперации. Это седьмая позиция. И вот, собственно, резюмирую. Я там даже такой фрагмент нашел уже на двадцатой странице, применяя к этой схеме. Ситуация совместной деятельности первого и второго индивида. Передача знаков происходит в коммуникации. Третий индивид получает знаки в трансляции. Четвертый инженер-конструктор должен перестроить знаки, сохраняя их специфику и определенность. Ну то есть вот он может работать уже со средствами взаимодействия. Пятый и шестой исследователи, независимо от того, что они сделают предметом изучения, должны охватывать это движение знака. При любом перемещении и переходе знаков должен сохранять свою определенность. Ну и вот, получается у нас три уровня. Коммуникации, трансляции и кооперации. Есть ряд позиций, которые могут описывать, анализировать эти процессы, с которых мы можем анализировать эти процессы. И дальше вот надо думать, насколько мы можем, держа в уме или там, рисуя на схеме, вот эти три уровня, насколько мы можем любую из взятых нами концепций прогонять через тоже эти три уровня и что это нам даст. То есть может ли это вот такая схема быть инструментом? Я не знаю, честно говоря. Потому что она как бы совершенно с другого ракурса будет представлять материал. Скажем, если мы берем какую-то концепцию, то материалом для этой концепции вот выступит вот уровень, она будет охватывать уровень коммуникации, понятное дело. Но будет ли там уже заложена возможность трансляции, уже вопрос. То есть тогда мы... Вот я просто про статус, например, вот этой схемки. Я сейчас сижу и зачитываю там от конца 50-х до конца 80-х все, что в СМД было написано по поводу коммуникации. Я поняла, что вот это вот разложение... В какой-то момент в СМД начинает появляться представления коммуникации, они развиваются, и в период начала 70-х они выходят вот так. То есть для меня в этом смысле это представление коммуникации, которая существует в самом СМД, и в этом смысле это одна из моделей. То есть она не может быть универсальной? Мы можем ее использовать, при этом всем ее полагаю. Правда, ее можно было бы использовать там уже в докрученном венте, в том венте, в котором она была и существует там в домике. Это схемы настоятельности, какие из этого развиваются в конце концов. И вот я говорила, что один из способов работы, которым я думала, как можно было бы с этим разбираться, это взять эту схему КСМД, и попытаться накладывать на нее другие схемы, и смотреть, что это получается. Но мне кажется, что сама схема тяжелая. В смысле... Да, да, она достаточно громоздкая. Пока в ней разбираться, как и на что работают. Ага, понимаешь, ее тяжесть... Вся тяжесть схемы, ну, их свидетельность, она хорошая и, наверное, иллюстративная, но она не доведена до статуса категориальной схемы. И поэтому она очень громоздкая, и она много вещей может не отобразить на разных других моделях, которые мы попытаемся через нее прогнать. Я бы сказала, что с ней сложно работать, и поэтому я бы сказала, что это проще, просто потому что это та же схема на середине своего развития, с этим мы родились проще. И такой копт, в принципе, возможен. Какое дело, как делаем для него... Это проще, чем... Нет, это не проще, чем проявление системы. Я брала вообще, знаешь, как бы ту первую букву А, с которой начинала развиваться схема деятельности. Самое-самое-самое начало. Вот это в некотором промежуточном состоянии, да, и в конце схема у нас это деятельность. А получается такие три этапа. Я говорю, самое простое, что можно взять. Александр делает шаг дальше и говорит про середину. Ну, вот я упоминала уже эту схему, от которой, ну, мне кажется, что лучше начинать с того, что, когда мы говорим про процесс, да, что такой процесс во втором представлении о системе, проще разобраться, чем разобраться с каждой из позиций, например, здесь, чтобы не разливать там. Просто больше нужно понимать, и на работу не повести. Мне кажется, что скорее, да. Раз, и наоборот, одним из возможных результатов нашей работы в лучшем случае может стать, ну, какой-то доработка или уточнение схемы мысли деятельности, там, в ее... Да, это другая работа. ...мысли коммуникации. Это не та работа, которую мы заявляли на семинар. На этот способ. То есть если бы не поставили себе цель осовершенствовать схемы, то есть... Я имею в виду по итогу. То есть, когда мы по коциям, если мы по коциям все эти разные теории, чего-то поймем про коммуникацию, то мы можем значимо докладнить мысли коммуникации. Ну, а что, разбираясь разными теориями, в конце концов, мы можем дойти до представления СНД о коммуникации. И тогда весь накопленный нам, как человечеству, узко взятым подаж знаний, он сможет нам помочь еще сделать в этой сфере. Но я бы ее брала, там, как-то, может быть, из последних в сезоне, и попозже, когда мы уже что-то наработаем. Вот. Хорошо. А, нет, уже не успеваем, наверное. У нас нам нужно решить, что... Заслужить Леша. Заслужить Леша. У тебя доклад будет в следующий раз? А если же заслужить Леша? Давайте поймем, где мы оказались. Мы оказались... В разных местах. Очень... Ну, сейчас надо пояснить. Я по-прежнему нахожусь примерно в том же отношении к твоему предложенному инструменту. В смысле, я его мало понимаю, и мало ли ты согласен в том, где я его понимаю или не понимаю. И поэтому, я не знаю, я не готов вот сейчас прям сказать, что да, окей, это тот инструмент, который я готов дальше там применять и прикладывать, потому что, во-первых, я его не помню, и с того... Покажей не удалось. Ставим минус. И дальше, ну, там, со стратами, с самыми прочими... Ну, то есть... С этим остался вопрос. Как описание того... Можем ли мы описывать некие представления о коммуникации в языке системы? Не знаю. Сомнений осталось? Да, я не знаю. Это возражение. Не снято, не снято. Просто на слова «потерь» мы сегодня вообще не говорили. Да, я не кажется. Но в самом начале мы говорили про то, что... Да, вот, Александр говорил о том, что он знает, в общем, автора и человека, который смог каким-то образом синтезировать разные... Просто... И тогда мы можем заслушать его и сделать тогда выбор между пользователями, в конце концов, языком СМД, ну, соответственно, там, отсылаемся там к Щедровицкому, к его наработкам и так далее, или мы находим какой-то другой инструмент, который нас устраивает. Вот этот выбор мы по большому счету подвесили, но еще не сделали. И, как бы, у меня надо спустя, вот, еще здесь стоит вопрос. Там еще такая сложность, мне кажется, что... Я нашел эту книгу, она есть в электронном варианте, я ее вышлю. Мы можем все ее прочитать и обсудить. Там эта модель представлена как итоговый труд, да, то есть, уже переработана масса других подходов, масса других вариантов понимания коммуникации, и выдан вот такой итоговый результат в виде отличной, там, красивенькой такой, знаковой призмы. То есть... То есть... И получится, да, не получится ли тогда, что, беря ее как инструмент, мы опять начинаем применять, ну, то есть, тестировать, фактически, да, проделанную уже работу, дублируя ее, и, как бы, просто удостоверяя. А, вот этот инструмент работает, но, фактически, это же уже было сделано, вот там все. То есть, это суммировалось, это результировалось в виде вот этой вот итоговой модели в призме. Давайте сделаем наоборот. Вы выставите эту книжку, мы с ней за это время готовимся, и в меру своего понимания, там, твоего инструмента, или, там, своих других каких-то, там, способов вообще разбирания теорий, в следующий раз пытаемся разобрать эту теорию, ну, там, в системных категориях, в СМДшных, но не системных, или, там, каких-то других, я не знаю, каких-нибудь, и поймем вообще... Тогда у меня есть предложение в следующий раз по части формата. Я бы предложила сделать это как дискуссию об инструментах. Вот, в этом смысле не как доклад, да, а именно как дискуссию, где есть люди, каждый из которых перед тем, как мы собираемся обозначать свою позицию, чтобы мы понимали, да, как мы организуем, то есть, какие у нас там есть контрверсии, если они есть, какие позиции есть, например, там, кто-то может отставить, там, некие альтернативные инструменты и говорить, что вот этот лучше, чем СМД, кто-то может отставить разные инструменты внутри СМД, но, во всяком случае, это некая такая пилемическая дискуссия по поводу того, что и как мы можем их использовать в качестве инструмента. На материале этой модели? На материале и этой модели, и того, что звучало в рамках семинара, там, в прошлый раз и в этот раз. Потому что у нас есть несколько версий того, ну, то есть, есть несколько подходов к тому, у тебя есть какой-то слой, как можно использовать там еще теоретский текст, да, какой из него можно еще вытащить из инструмента. У меня есть вот это мое уже культовое второе представление о системе, у Александра есть в запасе там знаковая призма, да, и мы можем, ну, как бы, просто все это хотя бы предъявить и посмотреть, как работает с этим всем. Может быть, мы как-то через эту дискуссию сделаем выбор в сторону хотя бы крутили? Мне казалось, что, окей, один из вариантов, который я вижу, это все-таки, ну, например, из тех, кто захочет все-таки такую работу проделать, некая дискуссия в виде нескольких мини-докладов. Докладов, которые, как, вот я прочитал теорию, познакомился с ней, и, там, в меру своего понимания инструментария, как можно работать с теориями, как выделить из них инструменты, как выделить антологию, на которой, как они. И я вот рассказываю ему про теорию, про свои инструменты, и показываю в итоге набор, как я это проделал. Ну, то есть, вот, провожу перед вами работу. И мы по очереди выступим и посмотрим, там, к одним результатам мы пришли, не к одним, как вообще мы это делаем. Можно приходить к разным результатам. У меня есть другое предложение по теме доклада, скажем так, на такую дискуссию. Тема доклада могло бы быть затруднения внутри семинара нашего по выработке инструментов, соответственно, ну, как это, анализ ситуации, да? А что нам мешает с ним определиться? Как мы можем разумлить эту ситуацию? И в том числе, ну, там, как конкретное предложение, как часть, да? Как предложение в рамках этого анализа ситуации, как предложение и решение с предъявлением обоснования, почему это решение является, там, оптимальным, лучшим в этой ситуации, одним из возможных. А не просто... Ну, у меня есть такая идея. У меня есть такая... Это замечательная идея, просто у меня до затруднений пока еще не дошли. Ты понимаешь, в чем дело? Мы, если мы снова будем обсуждать абстрактно, без материала, будет неубедительно, как минимум, непоятно. Мы можем сохранить твою тему доклада, да, ну, типа прояснения текущих затруднений, но введя, наконец, материал в виде вот этой теории одной, которую мы все разбираем с разных своих колоколин, и смотрим, у кого-то не получилось, а у кого-то получилось вот так, а кто-то говорит, нет, слушай, ну вот... И у нас тогда будут затруднения, внятные затруднения. У меня есть сейчас претензия. Ты фактически предлагаешь определенные критерии выбора инструмента. Ты говоришь, что хороший инструмент – это тот инструмент, в котором очень разные люди получают одинаковый результат. И я с этим не согласна. Подожди, подожди, я не говорю, что... Извините, пожалуйста, я на листопад, сегодня закрытся. До свидания. Соберите побольше листьев там. Я не говорю, что... Ну, про одинаковый результат, но у нас будет разность, и как раз... Мы ждем текст от Александра, изучаем эту теорию и делаем мини-доклады по этой теме, по разбору этой теории. То есть мы, в общем, мы высылаем в общую рассылку заявки. Я хочу сделать доклад, у меня есть представление о том, как можно... Как я это буду делать, да? Нет, как я это буду делать. Ну, знаешь, что в этот момент... То есть я могу написать заявку, что у меня есть инструмент, и я знаю, как он работает. Ты напишешь, что у него есть свой инструмент, и ты знаешь, как он работает. Нет, нет. Александр напишешь, что у него есть свой инструмент, и он знает, как он работает. И после этого, по лайкам, должны разойтись в три разных угла, и каждый работает с этим инструментом. Как мы договариваться будем про этот инструмент? Слушай, еще раз, блин, у нас что-то какое-то... Тупое недопонимание. Я говорю, что... И ты говоришь, что круче своим инструментом поработать с материалом. Не круче. Я еще раз говорю, что... Как я вижу нашу работу, как я предлагаю видеть нашу работу. Александр высылает этот текст. Мы с ним знакомимся и прикидываем, там, можем ли мы вообще разобрать эту теорию, так, текущими своими какими-то представлениями. Если мы можем, я пишу в рассылку. Отлично, я делаю мини-доклад по тому, как я понимаю эту теорию, и как я ее разбираю. Ты говоришь, окей, а я делаю доклад, опять же, как я понимаю эту теорию, и разбираю своих вот этих инструментов. И мы потом друг за другом это делаем. Александр делает, там, или не делает третью версию. И мы, там, со своей моделью или с... И мы представляем три разных... Как это, демонстрируем три разных способа работы с одним и тем же материалом. Материалом является теория, которую он высылает. И потом мы смотрим и договариваемся, каким инструментом нам есть смысл работать. Или, может быть, нам, наоборот, действительно так скажем? Есть нечто, что присылает Александр. Это текст. Но я-то его предлагал рассмотреть, годится ли он на роль инструмента. И ты говоришь, что это одна из теорий. Нет? То есть, Александр действительно предлагал его рассмотреть. То есть, фактически, нам нужно из этого текста вытащить инструмент. Потому что этот дяденька, который его писал, как его там, чертов. Чертов. Он же каким-то образом синтезировал разные теории, как мы с ними работаем. У него здесь внутри есть некий инструмент. Нам надо его вытащить. Ты предлагаешь мне вытащить, тебе вытащить и всем другим желающим вытащить. И, ну, показать, да? То есть, мы будем тогда... Почему мы его будем применять? Тогда ты предлагаешь выложить три разные версии. То есть, восстановление этого инструмента и восстановление супер-теории. Насколько я понимаю, теория, в общем, это есть некая совокупность инструмента с материалом, по которому она там обращается. Вот. Я-то как раз предлагаю... Но материалом там являются другие теории. Она вся постоянно от других концепций. Но она в любом случае обращается с коммуникацией. Она их там каким-то, наверное, образом критикует. Говорит, Таня права, Таня права. Ой, это я беру что-то, ой, это я беру что-то. И в любом случае она... Вот заявка как у Щедроицкого. Но она в итоге про коммуникацию. Что везде что-то есть, и мы вот степили что-то... Она претендует на интегральную теорию коммуникации. Но она при этом является той же теорией. Илёш, она здесь и здесь? Для меня она там, внизу. Внизу? Да. Да. Она нам нужна как материал. Для проверки какого инструмента? Какого? Каждого? 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 Ну, каждого? Ну, я даду её как инструмента. Вы её будете проверять как этот инструмент? Я её буду проверять в своём представлении, как... Ну, там, какими... Ты понимаешь, что то, что там есть, насколько я понимаю, это такая связка воздушных шариков из разных теорий. Ты какой из них будешь применять? Какой инструмент? То есть, ты не знаешь какой теории, какой инструмент, но каждый из нас появляется в следующий раз с каким-то инструментом и каким-то примером его применения. Нет. Может быть, мы выберем какую-то теорию? Нет, нет, нет. Вот Виолетта предложила, как бы, она всё расписала. Может быть, наверное, она... Нет, не Шэну. Шэну и... Да. То есть, получится две мясорубки... У нас есть две альтернативные мясорубки. Одна ещё как бы... Ну, не алкогольная. Слушайте, я предлагаю продолжить обсуждение того, что мы делаем в следующий раз. По какому-то информатику нужно просто тупо пока уходить. Я посылал тогда текст. И мы дальше просто договариваемся внутри. И нам в следующий раз уже будет 3 часа. В следующий раз уже будет 3 часа. Продолжение следует... Продолжение следует... ...